Все, стрелковые оттуда, площадь от части нового вооружения Ашкалийского, вы и третий, ворота. Вопросы сейчас есть. Игорь Иванович, вопрос из разряда очень невероятно. Село того, что вы долгое время находились в Славянске, и у нас есть там не было возможности с вами так быстро общаться, а вас возникало очень много слухов, фейков, конечно, которые вы, наверное, тоже слышали. Скажите, пожалуйста, кто из фейков вас, возможно, всего удивил, поразил? Есть ли такие есть? Что я старую людям животы, пускай их поделят. Это очень страшно, что-то повеселее. Сложно сказать. На самом деле... Ну, лучше, ну, на них вам, по-моему, вас. Честно сказать, понимаете, я уполнил свой долг по первое время. У меня мало волнений, на самом деле, как и суть. Главное, что в моей армии повторяю личную совесть, глаз подходит. И я был уверен в правильности того, что я делаю. Остальное меня мало. Игорь Иванович, кстати, в вопросе о слухах о вас. Вот скажите, пожалуйста, вы являетесь сотрудником Федеральной службы безопасности. Угодился. 31 марта было чисто из части. Звание полковника в запас. В прошлом году. Вы выезжали? А еще вы славы? Да, я выезжал в Приднестровье. В 5 месяц прерывал в Северской полковник. Участвовал в 1-й и 2-й чеченской полковник. Это достаточно летит. И когда вы были в посту? С 1-го собрался 30 октября 1992 по 26 марта 1990. Игорь Иванович, сколько человек записалось ополчение приблизительно после преподирования вашего организованной службы? Очень много. Дело в том, что как минимум нам пришло несколько батальонов сразу, то есть численностью от 300 до 500 человек, которые здесь были в стадии формирования, они сразу перешли к руководству ополчения. Каждый день к нам приходят люди как в штаб, так и батальоны, которые выглянуты на окраине города, поэтому сказать сколько конкретно мне очень сложно, но речь идет уже, наверное, о более чем тысяче человек. Спасибо. И как сам Юрий Иванович, вопрос. Остается ли министр Шилин, председатель законного совета, если выражаете, если выражаете, если выражаете обязанности? Пока. Мы, по-моему, не проголосуем по-другому, пока остаются. Хотя все равно можно, вы знаете. Александр, вы сказали о том, что евакуация может коснуться некоторых районов города. Если можно, конкретизируйте, пожалуйста, по-другому, а не более опасно. По соображениям как раз безопасности, я конкретизирую, потому что у нас не было. И сколько людей? Сколько людей? Я выяснил, что эвакуация может коснуться по крайней десятков тысяч людей. Десятка? Десятки. До начала. Там посмотрим. Это ситуация. Александр, скажите, пожалуйста, где мы с Игорем Ивановичем познакомились? В Чечне. Вы же давно друг друга знаете? Мы давно друг друга знаем. Сколько лет? В 2006-го. В 2006-го. После первой Чечни нас познакомились на Украине. Да, я тоже был в Лидестрове, естественно, но мы были на разных абсолютно участках. Он был в Бендере, а я был на Кицканском плацдере. А вы там, если бы журналистом были? Нет, я тоже был добровольственным. А как вы хотите организировать эту эвакуацию, потому что вам надо автобусы, боистры, как это вам надо сделать? То, в общем, вы видите, у нас здесь три человека, которых судьба как-то связалась с Приднестровью. Не побоимся просто. Владимир Юрьевич тоже как-то в эту пору был в Приднестровье, тоже, можно сказать, добровольцем тут в рамке министра госпезопасности. А что хорошее сейчас в Приднестровье? Внедвиженная территория? Что вы добились в Приднестровье? Вы же спрашивайте, пожалуйста. Нет, мы просто... Вы не боитесь, что повторится здесь вариант Приднестровья? Вот изгнанное государство без экономики. Вы знаете, я бы не сказал, что Приднестровье не изгнанное государство без экономики. Более того, я вам хочу сказать, что Приднестровье пока живет. А вот то состояние, в которое оно попадало в 92-м году, там люди бы, русские люди, в частности, жить бы не могли. Они были бы изгнаны или изгнаны и люди. Приднестровье проявляло и проявило чреса выживаемость. Другое-другое государство было бы разрушено, население России, при том давлении, которое оказывалось на народ Приднестровья, на государство Приднестровья. Приднестровье – это символ борьбы русского народа против национал фашизм, Приднестровье – это русская Испания. Катяна Юрьевич, вопрос в особенности в связи с приездом сегодня к святой рекорд. Два священника православной церкви, украинского Патриархата, задержанного, и, понятно, где находятся уже несколько дней в Нанецке. Один из них – отец Тихон, довольно известный человек, другой фамилии, по-моему, Иванов, точно, по-моему, Иванова Анатольевна, к нему по словам его родственника стремленно, чтобы он вызвал сюда епископа украинской церкви, который был не глотом, когда он оказался. Его забрали от своего дома в районе Петровской, и он, честно говоря, известный направлением. А был ли я узнать, у вас известный вам что-то или спросить, навести справки о судьбе этих людей? Ну, к сожалению, мне ничего не известно пока про этот случай. Не так. Как вы понимаете, про эти два случаев, хорошо, извините. Про эти два случаев, честно говоря, как вы понимаете, я прибыл в Донецк тоже недавно, информации у меня нету, да, естественно, в трапе обязательно записываю за информацию. Только еще один вопрос, как вы хотите организировать, например, иммиграцию от 10 тысяч людей, вам надо тестать обусы, например? Я думаю, что достаточно было. Технический вопрос, мы знаем, как это организовать, ну, в общем, я думаю, что у нас эта задача справилась. Технический вопрос, уже, к сожалению, отличать много, я думаю, что вопросов много. Давайте еще один, как говорят, крайний. Вы встретились с одинаковым в Москве? Нет, если сейчас, с одинаковым в Москве. Я был такой, кстати. Спасибо. 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 Я обращаюсь с просьбой помочь в организации отряда на возглавить группу, которую глава не поставили. Обращались люди, которые были самым в Крыму, в одном рабоческом подразделении, которые сообщили, что я смогу это сделать успешно. Успешнее, чем я. Я согласился на это предложение, и вы можете здесь. Если один ополченец хочет сдать оружие, мне вы разрешите иметь? Если ополченец хочет сдать оружие, то они? Это зависит от того, в каких условиях происходит сдача этого данного оружия. И кому он собирается сдать. Если он собирается сдать украинским властям оружие, то это ополчение будет следом военно-поль в Москве. Если он вызывает по каким-то разрешениям, по каким-либо другим причинам, он должен подать, как делается во всех армии, рапорт. И этот рапорт будет рассмотрен в его руководстве, и решение будет принято по мотивам данного рапорта. Или положительное, или отрицательное. То есть то, которое мы смогу назвать воинским уставом, согласно которому мы организуем данный ополченец. Своим победу другого канава не быть не может.